Дорогие друзья, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир творчества Рава Кука. Потому что у нас сегодня Йом Хамиши четверг, но объявите нам число. Какое? 30-е Хешвана 5779 года. Сегодня вечером будет первое что? Первое кислево, правильно. А пока мы с вами еще в конце Хешвана, но это тоже считается Рушходеш. И я напоминаю, что тема наша это анализ истории, который сделал Рав Кук в своей знаменитой работе, которая на иврите называется «Лима Аллаха и Деут Бе Исраек». Кстати, что в переводе означает «О развитии идей в Израиле». Надо сказать, что есть книга. Вообще, что касается литературы, я вам всегда советую в отношении литературы по Рав Куку пользоваться книгами доктора Пинха Саполонского. Это наиболее охватывающая и серьезная литература по этому вопросу. Я даже не знаю, существует ли вообще какая-то другая. И в своих книгах он даже сделал невероятные вещи. То есть, он перевел отрывки из разных статей и разных книг Рав Кука. В его книге «Рав Кук. Личность. Учение и личность», по-моему, так называется. Это книга, такая толстая, очень серьезная книга. В ней есть и в том числе анализ, и даже, может быть, частичный перевод вот этой работы исторической. Это я вам рекомендую пользоваться, поскольку хотелось бы, чтобы у вас был все-таки какой-то текст перед глазами. И, повторяю, изучать и переводить евритский текст не имеет смысла, поскольку Рав Кук писал языком своеобразным, своим языком. Причем это еврит столетней давности. И тогда он был сложен для понимания трудящихся. И не потому, что Рав хотел усложнить свой язык, а потому, что это был поток сознания, который он просто... Потому что это был поток сознания, который он просто записывал. И поэтому мы с вами идем другим путем. Это не означает, что нет других путей. Но наш путь, который мы практикуем, это не перевод статей книг Рав Кука, а перевод его идей. Мне кажется, это путь более эффективный. Перевод его идей на нормальный, удовольствуемый, понятный для нас русский язык. А я не думаю, что есть хоть одна книга, которая полностью переведена. Я думаю, что только отрывки. Повторяю, единственное, кто я знаю, что занимается этим, занимался этим, в той или иной степени, это доктор Полонский. И откройте его ресурсы в интернете, или посмотрите в книжные магазины, и вы увидите у него всю информацию к нему. Зачем я буду заниматься бесполезной работой? Сегодня в интернете заходите к нему, он выдает полную информацию обо всем том материале, который у него существует. И я думаю, что нужно этим материалом пользоваться. Но я повторяю, мы говорим об исторической работе, которую Раф написал больше ста лет назад. И работа эта посвящена тому, каким образом находится гармония между национальной идеей и божественной идеей. Национальной идеей Раф называет желание людей жить в обществе. Божественная идея – это та идея, та вера, тот даже религиозный культ служения, которая объединяет это общество. По мнению Рафа, нет общества, в котором бы не было в той или иной мере или в той или иной форме этой божественной идеи. И как только божественная идея исчезает из общества, оно разваливается. Мы с вами все это анализировали, не буду повторяться. И Раф замечает, что для того, чтобы... Что человечество долго-долго искало путем опыта, да, эмпирическим таким путем, методом тыка, что называется, искало вот эту гармонию и не нашло. И поэтому было принято решение. Ашем принял решение создать народ, в котором была бы эта идея в гармонии. Идея, гармония между национальной идеей и божественной идеей. Для этого необходимо создать специальный народ, для создания которого необходимы, как известно, несколько условий. Условий основных два – это человеческий фактор и географический фактор. Человеческий фактор, мы с вами говорили, вся книга Берешит и рассказывает о том, как от Адама происходит, в конце концов, Авраам. От Авраама еще несколько поколений, отборочная работа. Когда появляются колены Израиля, которые бросаются в печку египетской родины, матери нашей, в этой печке мы переплавляемся и выходим народом, который имеет уже все необходимые качества для выполнения этой задачи. Это мы с вами говорили. Второй фактор, о котором мы тоже с вами говорили, это фактор географический. Географический фактор – это население, это территория. Для того, чтобы этот центральный народ истории выполнил свою центральную задачу и повлиял бы на все человечество, его нужно поместить на центральное место. Центральное место – это Эра Цесраэль. Нетрудно определить. Вот у вас здесь замечательная карта сзади. К сожалению, я не могу ее показать нашим зрителям. Но на этой карте очевидно совершенно, что Эра Цесраэль – это в обещанных Аврааму границах – это от Нила и до Ефрата, то есть восточный берег Иордана. Где проходит восточная граница, об этом можно долго говорить, по этому поводу есть разные мнения. Но западные границы очевидны – это море. И вот от Суэцкого канала и до Антакии, все это побережье, включая у берега Иордана, разумеется, Ливан, Синай, оба берега Иордана, значительная часть Сирии, западная, скажем так, то это все является тем самым территориальным объектом, который называется Эра Цесраэль. В чем смысл и особенность этого центрального объекта в том, что он центральный? То есть, когда я владею этим объектом, я имею в виду здесь не лично, а имею в виду народ Израиля, то мы можем влиять на все человечество. И поэтому для выполнения этой задачи необходима целостность двух этих компонентов. В другом месте Рафук добавляет, что Израиль состоит из трех компонентов, поэтому сразу все три компонента здесь и изложим. Первый компонент – это народ Израиля, второй компонент – это земля Израиля, и третий компонент – это Тура Израиля. Только когда три этих компонента, третьих аспекта, они в полной мере и вместе, понимаете, не то, что где-то в одном месте Израиль, в другом месте Ра Цесраэль, в третьем месте Тура. Нет. Когда они вместе и полностью, тогда, разумеется, если в центре всего этого стоит бета-мигдаш там, где надо, возникает эффект влияния на все человечество. И такой эффект был произведен в времена Шлома. Мы с вами еще не дошли, но дойдем до этого в нашем рассказе. То есть, здесь есть важные факты. Поэтому все то время, пока у нас не хватает какой-то части или народа Израиля, или земли Израиля, или Тора Израиля, все это время наше влияние будет частичным, слабым, неполным. То есть, выполнение нашей задачи – это функция полноты вот этих трех компонентов. Вещи простые, ясные, как день. Слыхаем. И вот, когда все это уже готово, народ Израиля выходит из Египта, и 40 лет продолжается его хождение. И вот здесь Равкук описывает это хождение по пустыне, как некую идиллию, полную гармонию между национальной и божественной идеей. Почему? Потому что наши отношения со Всевышним были сказочными. Это был просто медовый месяц такой, растянутый на 40 лет. А вы мне скажете, как же так? Ведь Тора описывает, что у нас описывает Тора? Ничего не описывает Тора? Что Тора рассказывает про хождение по пустыне? О чем, о чем, в каких событиях она рассказывает, когда описывает описание, когда описывает хождение по пустыне? А где-то, в какое количество вошло и в какое количество вышло из Тора? События. Какие события описывает Тора? Вы читали когда-нибудь Тору? Это очень интересная книга. Очень своевременная книга. Понятнее описать, сказать не могу. Кроме мана. Я имею в виду события, которые произошли от горы Синай и до Иордана. Какие события вы помните? Книгу Вамидбар вы читали когда-нибудь? Очень своевременная книга. Да. То есть были скандалы? Были скандалы. А, что это скандалы? Ты имеешь в виду, что там был телец? Я имею в виду скандалы. А, сказали вы скандалы? Был телец. А, не сказали. А, телец. Телец. Был корох. Были разведчики. Были жалобы. Было мясо. Была птица. Был ман. Чего только не было там. С водой. Было много скандалов. Сколько скандалов? Ты вижу, большие или маленькие? Больших. Только разведчики и телец. Я нахон. Что говорит Мишна в трактате Авод? Десять раз испытывали отцы нашей Ашем пустыни. Десять. Подсчитал? Можно подсчитать, сколько там было скандалов. Было много скандалов? Давайте не будем такими пессимистами. Давайте, чтобы было таких хороших. Ле, меня сейчас интересует скандал. Потому что возникает противоречие между тем, что Равкук представляет эту эпоху как некий медовый месяц и тем, как Тура представляет эту эпоху как временем крупных скандалов. А я хочу понять, каким образом Равкук пришел к выводу, что эпоха эта была идеальная. Рядом со Всевышним будет, поэтому идеально. Да, но сказать, что гармония была из Торы, трудно прийти к этому выводу. Хон. А знаете, в чем ответ заключается? В том, что Тура не описывает 40 лет хождения во пустыне. Тура описывает только два года хождения во пустыне. Только первое и последнее. И все скандалы происходили в эти первый и последний год. А 38 лет – идиллия. То есть, если 40 лет поделить на 10 скандалов, то даже в среднем арифметическом выйдет раз в 4 года. Я вам скажу, это идиллия. Если супруги ссорятся раз в 4 года, им можно позавидовать. Именины сердца. Да, но раз в 4 года. Нет, такие все переграды разведчики. До сих пор нам этот скандал... Согласен, согласен. Но если вы посмотрите на временное распределение, вы увидите, что 38 лет ничего не было. Тура не рассказывает нам про 38 лет. Почему? А ничего не было. Посидели здесь, пошли туда. Полная тишина. Поэтому, действительно, можно сказать, что... Пое-ли-ман. Пое-ли-ман. И можно сказать, что это действительно была идиллия. Относительная. Да и трудно... Да и невозможно по-другому. Почему? Потому что, посмотрите, у нас не было... Не было ни политических проблем, потому что вокруг никого не было. Никакого населения вокруг, кроме, может быть, каких-нибудь скорпионов, от которых нас защищали, тоже облака не было. Поэтому политических проблем нет. Войн нет. Экономических проблем тоже нет, потому что работать не надо. Иман падает с неба. А чем занимаетесь? А то ручка, каждый день, может, я приходит и говорит, ребята, вот есть еще медсвод. Ну-ка собирайтесь, я вам расскажу. Понимаете? То есть, это жизнь совершенно в нереальном мире. Это ганедан такой. И тебе не нужно заботиться о завтрашней жизни. Пища полностью усваивается в организме, одежда не изнашивается. Болезней нету. Представляете себе? А тогда, если такая идея... Ни болезней нету, ни денежных проблем нету. Ни политически. Скажите, что вам еще надо? Землю надо. Эра Цесраэль. Эра Цесраэль? А в Эра Цесраэль придешь, начнется все. Рот и шатань. Вы понимаете? То есть, когда они были в пустыне, это был кайф. Это был натуральный кайф и гармония в наших отношениях. Ну, были отдельные скандалы. Эра Цесраэль, где же не бывает. Потому что, потому что нет никакого, нет никаких трудностей настоящих. Нужна вода? Пожалуйста. Нужно мясо? Пожалуйста. Корок делает проблемы? Пожалуйста. Дети рождаются после детей? Почему нет? Что у тебя против детей? Дети – наше будущее. В Копчеге-то не рождались. В Копчеге не рождались. А почему они должны в Копчеге рождаться? А, у... 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 Ну, а-ха. Но... Но... Потому что... А это было время... Время катастрофы и ужаса. И потом это был год максимум. Хождение по пустыне – это не было трагедии. Это была идиллия, это была сказка. Единственное, с чем можно сравнить это – это Ганеден. Потому что там нет проблем, вы понимаете? Нет проблем у тебя ни экономических, ни политических, ни со здоровьем. Ну, вы можете представить себе эту жизнь? Сказка. Ганеден. Одно слово. И поэтому там была вот эта замечательная гармония. Но... И Тору учат. У лучшего учителя. У тебя есть лучший учитель, чем Муше? Нет. И чудеса каждый день. Пожалуйста. Ман выпадает с регулярностью. Можно и 40 лет садить. Конечно. Можно всю жизнь так ходить. Сказать, лям, 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 лё. Почему нет? Why нет? Кисор, так или иначе, это действительно было здорово. И поэтому, когда... Да, но вопрос-то в том, что не для того, чтобы ходить по пустыне, мы вышли из Египта. То есть целью выхода из Египта, как известно из книги Шмот, является осуществление тех клятв, с того союза, который Шмот заключил с нашими отцами, вернуть нас в их землю. То есть дать нам их, обещанную им землю. То есть мы шли сюда, в Эра Цесраэль, а в пустыне мы оказались исключительно по дороге. То есть это была промежуточная инстанция, никак не цель. Потому что задача, поставленная перед нами, создать такое общество в естественных условиях, в заселённом месте. Если вы посмотрите в главе Бешалах, Эра Цесраэль называется «Заселённая земля». Эра Цесраэль называется «Заселённая земля». Эра Цесраэль называется «Мананиели до прихода в заселённую землю». То есть ты видишь, что цель прийти в землю заселённую, то есть в землю, в которой есть люди, есть земля, есть нормальное существование, естественное. И вот там, в естественном существовании, создать это общество, которое покажет пример всему человечеству. Потому что ходить по пустыне можно с кайфом много-много лет, но ты при этом совершенно ни на кого не повлияешь, поскольку ты совершенно вне общества, вне людей, вне мира. Жить в пустыне – это означает жить вне общества, вне людей, вне мира. А если это был пример, то мы уйти всем в пустыню. Создать такое общество, которое было бы похоже чем-то на идеальное пустынное. Лео! Ну, необходимо сказать, общество, которое было бы не похоже на пустынное. Потому что если ты создаёшь пустынный образец, он может быть образцом только для пустынников. Люди скажут, а что же нам создаёте пустынное общество? Мы-то не в пустыне живём. Ну, вы живёте в пустыне, такие вот экзотичные чуваки, да, тусуются там по пустыне. Ну, вы с Эдером, можно приезжать, посмотреть на них, да, экскурсия. Посмотрите на этих людей, да, как они сюда забрались, никто не знает. Садитесь в автобус, уезжают. Как они там живут, можно их кормить? А так ездите сейчас на бедуинах смотреть. А если мы бедуины, пожалуйста. Пожалуйста, можно делать неплохие деньги. Деньги давай, да? Можно станцевать перед автобусом. Да, но это, конечно, не то, что может изменить мир. А мир может изменить, стать для него примером привлекательным. Общество, которое живёт в нормальных, естественных условиях. Современное, актуальное, реальное государство. Понимаете? Реальное, как у всех. Поэтому, когда мы приходим сюда, то цель именно здесь это общество создать. Поэтому идиллия эта продолжалась 40 лет. Несмотря на всех желающих продолжить эту идиллию, но в конце концов больше 40 лет мы не продолжили. Перешли через Иордан и вошли в реальный мир. Понимаете? Перейти через Иордан, это означает выйти из Ганедана в реальный мир. Понимаете, это же не всем хочется. Есть вопрос? Совершенно верно. Совершенно верно. Откроем книгу Дворим, которая у нас совершенно случайно была с собой. Белое издание, которое пока ещё можно приобрести. в ограниченном количестве. В одни руки больше одного экземпляра не даём. Есть такая глава Шофтин. Посмотрите, что в ней написано. Когда придёшь в страну, которую Ашебелухим твой даёт тебе, и наследуешь её, и поселишься в ней и скажешь, поставлю над собой царя, как все народы, которые вокруг меня. Это интересно. Это как Муше Робейну формулирует митсву. Что он нам всё время говорил? Чему нас учат Муше всё время? Ребята, не делайте, как они. Вот как египтяне, не дай бог. Как канонейцы, не боже мой. А вот делайте, как Ашем сказал. Вот по этим законам живите. А вот как они не делаете. Вот такой рефрен в Торе, да? Вдруг доходишь до митсвы, поставить царя. Поставлю над собой царя, как все народы. Старя поставит над собой царя, который сберёт Ашем, есть правила. Но интересно, как Муше формулирует. Поставлю над собой, как все народы. Теперь, вы думаете, эта фраза ускользнула от внимания трудящихся? Нет. Сейчас я вам покажу. Только вы никому не рассказывайте. Это великая тайна. Среди нас нет с лишних людей. Мы попросим и зрителей тоже это никому не раскрывать. В книге Шмуэль, помните, когда народ пришёл к Шмуэлю и сказал ему, слушай, царя, давай, да? Они были очень-очень продуманы. Восьмая глава, Шмуэль, первая часть. И было, когда состарился Шмуэль, не ходили. О, пятый пасук. Четвёртый. И собрали все старейшины Израиля, пришли к Шмуэлю в раму. И слушайте внимательно, как они говорят. Ох, умные люди. И сказали ему, вот ты состарился. Надо сказать, что здесь это начало, прямо скажем, обидное. Состарился. А сыновья твои не идут твоим путём. Поставь над нами теперь... Нет, я про переведу, как они сказали на самом деле. Дай нам царя, чтобы судить нас. Предыдущий пасук. И сказали ему, вот, ты состарился. А сыновья твои не пошли по твоим путям. Сейчас поставь нам царя, чтобы судить нас, как все народы. Какие хорошие ученики, а? Вы понимаете, что они в точности процитировали слова Муше? Они знали, что они говорят? Потому что такое, дай поставь нам царя, как у всех народов, на первый взгляд, это должно вызвать возмущение Шмуля. Но они-то знают, что Муше так сказал. Ну и дальше есть целый скандал, и что и как. Кстати, интересно, что Шмулю не понравилось, что они сказали, поставь над нами царя, чтобы судить нас. А вот то, как у всех народов, ему понравилось. Обратили внимание? Почему? Потому что он не может ничего сказать. Это формулировка Муше Робейну. Теперь можно много говорить об этом. Спрашивает это... Спрашивает это на Циф из Воложина. Раби Нафтали Цвиуда Берлин. Последний глава знаменитой Воложинской Ишивы. Вы знаете, что Воложинская Ишива это центральная литовская Ишива, основанная Раби Хаймом из Воложина, учеником Вилинского Гао. И он был последним ее учеником. Кстати, там учился Равхук у него. Говорит на Циф в своем комментарии. У него есть свой комментарий в Торе известный. Амек Давар. Он в этом месте говорит... Граждане говорит, ну почему же Муше так сформулировал странно эту митсву? Поставь над собой царя, как скажешь, поставь над собой царя, как у всех народов. Если есть митсва, поставить царя, так и поставь, причем ли другие народы. И объясняет на Циф, что не всегда общество способно поставить над собой царя. Не всегда. Например, иногда, как он пример эпоха судей. Не всегда общество способно поставить над собой царя. И попытка поставить царя может привести к гражданской войне. Что мы и видим в истории с Авемелихом, например. То есть не всегда общество способно. Поэтому, говорит на Циф, митсва сформулирован таким образом, чтобы показать тебе, что не всегда это возможно, а когда это возможно, когда другие народы так делают. То есть, как у других народов, это критерий того, что созрели мы, поставить над собой царя. Если у других народов работает эта система царской власти эффективно, значит и нам нужно ее тоже задействовать. Теперь я хочу продолжить эту мысль. Если мы возьмем этот принцип на Циф. Кстати, я вам рекомендую почитать его самого, поскольку он там очень пространный текст. Он много говорит об этом. Почитайте сами. Я вам привожу только самый-самый-самый конспект. А если взять мысль, если взять мысль на Цива и продолжить ее, это объяснение я слышал от Равошарки, он говорит, смотри, а ежели общество не готово, если оно готово, если у всех народов царская система работает, пожалуйста. Когда это было, например, времена Давида, помните? Давид был царем, Шауль был царем, Шломо был царем. Почему? Мы что, выдумали эту систему? Нет. У всех работала эта система. Единоличной царской власти. И мы ее тоже использовали, поскольку у всех она работает, и мы ее используем. А если и она не работает, а работает другая система, получается по нацибу, что мы должны применить ту систему, которая сегодня эффективна у других народов. Теперь. Окей. Получается, что митсва это, по крайней мере, по объяснению на Цива, митсва это зависит от того, от той политической культуры, которая существует у других народов. И вопрос, почему? Ведь на фоне остальных митсвв бросается в глаза разница. Во всех остальных областях я должен, наоборот, отталкиваться. Не дай бог, не делай, как они. Они детей сжигают, они идолам поклоняются, они развратничают, они издомцы. Нельзя. Трогать нельзя. Ай-яй-яй. Теперь доходим до царства. Нет, как у других народов. Почему? Потому что, если мы создадим свою эксклюзивную, извините за выражение, систему исключительную, которая у нас будет работать эффективно, то нам, может быть, будет жить при ней по кайфу. Но никакого влияния мы не окажем. И благословяться тобой все семейства земли не получится. Потому что все скажут, ну, они вот такие вот живут по своей системе. А не получится. Я приведу тебе пример. Приведу тебе пример. Шмуль. Он сопротивлялся. На хуй они пришли, сказали ему, хотим царя, хотим царя. Он говорит, ребята, вы с ума сошли. Это бунт. А Шлем говорит, окей, сделай крайний просьб. Почему Шмуль сопротивлялся? Да потому что унион практиковал систему, которая прекрасно работала. Книгу Шмуль ее описывает. При Шмуль они не были порабощены плештимами. Когда плештимы тут задирались, Шмуль их выводил на войну и побеждал. Никакого принуждения в его управлении не было. Он ничего ни у кого не брал. Налогов меня облагал. Никого не мобилизовывал. Никого не принуждал. А ездил и судил. Ни копейки у них не брал. Он это подчеркивает. И эта система работала. Поэтому он так обиделся. Понимаете? Зачем вам царь судить? А я вас не сужу замечательным образом. Я думаю, что Шмуль был прав. Что это действительно прекрасная система, которая может замечательно работать. Это такое государство без принуждения. Судейская власть без принуждения. Сказка Ни бюрократизма, ни налогов, ни принуждения. Мечта анархистов. Понимаете? То есть, Шмуль в своей системе в значительной степени, ну, я не знаю, сказать, строго говоря, не буду судить, но есть в его системе анархистские элементы. Скажем, анархисты, такие классические анархисты, наверное, им бы многим понравилась такая система. Почему? Потому что против чего бунтует душа анархиста настоящего? Не просто хулигана, а убежденного анархиста. Он против принуждения. Любое государство принуждения. А я не хочу, чтобы меня принуждали. И у Шмуля была такая система, которая фактически исключала принуждения. Он говорит, а что же вам еще нужно? И он же не просто судья, он и пророк, то есть, учит их тому, что Ашем говорит. А что же вам еще нужно? Ашем ваш царь. Не говорит, давай царя. И мы видим с вами, что эта система нигде не... Мы не видим ее, что кто-то ее применил. Ни один из окружающих народов не применил систему Шмуля. А все продолжали жить со своими царями, с принуждениями, с жутью, с кошмарами, с кровью. Помните фильм Обыкновенное чудо? Марка Захарова по сказкам Шварца. И там Леонов играет царя. Он говорит, ну, в этом при дворе что делается? Ну, интриги, убийства. Обычная. Рутина. Этим занимаются. И так люди живут. Поэтому, если мы создаем какое-то исключительное образование, оно остается исключительным. И не влияет. Поэтому Всевышний пошел по пути народа и приказал Шмулю поставить царя, чтобы было царство, как у всех. И чтобы это царство во времена Давида и Шломо показало, что есть реальное государство политическое, которое может жить на основании морали и критерия идеала Всевышнего. Вот она в чем цель. Понимаете? А не ходить по пустыне. Поэтому 40 лет ходили по пустыне это гармония, это сказка. Но это не цель. Пожалуйста. Пожалуйста. Смотри, идеальной политической системы нет, сказал товарищ Черчилль по этому поводу. Из того, что есть самое эффективное, Черчилль сказал, демократии есть очень море не достал. Но это лучше, чем все остальное. Знаете, люди говорят, а эти выборы это столько, это окей, беседер, выборы это всегда выборы, согласен. Но если ты начинаешь думать, а вы хотите, чтобы вам назначали, тогда все будет очень чисто, да, никаких, никакой конкуренции, никакого лошонара, ничего, ничего, тихо, просто есть начальник, система демократического централизма. Но это диктатура. Я все-таки предпочитаю демократию при всех ее недостатках. Смотри, если ты ставишь себя образцом такие страны, как Иран, Сирию или Египет, я не знаю, являются ли они образцами демократии. Об этом можно спорить. Имеется в виду наиболее развитые страны. Понимаете? Наиболее, то есть, опять же, посмотрите, что делается, да, американские, например, выборы. Это очень, не очень санитарная, чистая атмосфера, да, и, скажем так, и нигде выборы, ни в одной стране, там, более ожесточенные, меньше ожесточенные, ни в одной стране это не проходит, знаете, как беседа джентльменов, которые приводят исключительно интеллектуальные аргументы. Все выборы сводятся, в конце концов, к несложной формуле сам дурак. Но, это все-таки система наиболее эффективная, чем диктатура. никто не хочет жить при диктатуре. поэтому, необходимо избрать ту систему, которая наиболее эффективна. Сегодня наиболее эффективна демократия, не знаю, может, завтра изобретут что-то другое, более, более прогрессивное. Я не против. И в демократии в самом есть разные типы и разные. Об этом можно спорить и говорить и много всяких институтов и так далее. опять же, понимаете, люди, они всегда люди. И вы не можете создать идеальную систему власти. Но, мы видим, что Всевышний хочет, чтобы мы показали в реальном политическом государстве пример жизни по идеалам его и по морали. И Давид доказал, что политика может быть моральной. Не только может быть, но и должна. А уж его точно окружали не вегетарианцы. Эти просто были крокодилы с вертикальным взлетом. Один ЮАФ чего стоит. Посмотри, что за люди его окружали. Там сантиментов нет. Там только отвернешься, хвост откусит. ЮАФ рядом чуть что он сразу у вас и переметнулся. царь царь не надо убивать Абшалома. Сам был в заговоре со Абшаломом. Потом был в заговоре с Аданияо. Потом говорит Давиду, если ты не выйдешь на парад, я сейчас возьму все войска и уйду. А когда у него на пути стоит конкурент у него мечом в живот. Он двоих генералов просто зарезал. Ну, потому что Болевар не вынесет двоих. То есть Министерство обороны не вынесет двоих. Да, он его зарезал. Он зарезал замену. Почему-то он спотнулся и упал на нож и так 14 раз. Странный человек, да? Амаса да. Спотнулся и упал и наткнулся как раз на кинжал на юава. Ну, что ты поделаешь? Ну, пришлось у вас дороги, а там еще описывается краточная картина, да? Он на дороге валялся и все приходят и смотрят на его внутренности. Так говорит ты его это самое с дороги ты сверни, но его так ногой скатили в канал. Я сейчас хочу привел юав как пример. Кстати, юав не единственный, а в шалом, любимый сынок, любимый сын папы, который хотел его просто убить. И в этой ситуации, а уж не говорю, что Шауль по сравнению с ним, по отношению к нему делал, то есть Давида не окружали, не окружали, знаете, приятные такие домашние кошки. Его окружали тигры, крокодилы с вертикальным взлетом. Страшные совершенно люди. И он в этой ситуации сумел построить моральную политику. Понятно, у него были ошибки, без этого, всякие ошибки. ЮАП, у ЮАП, руки в крови. Теперь это что касается цели, то есть нету у нас цели создать пустынное общество, которое ходит там, как эти странники. Лё. Меня сейчас не интересует ЮАП, поскольку я его привел только как иллюстрацию. Кто хочет узнать такой ЮАП, открой книгу Шмурь и прочитает её. А когодилы летают только низенько, низенько. Знаешь эту историю? Меня интересует наша тема. Рядовой спросил, помните? Топ, проснулись. Шутки имеют исключительно педагогический характер. Это для наших зрителей, чтобы не подумали, что здесь держать народ в состоянии бодрости после сытного обеда. Теперь и поэтому мы пришли к Рецесрае. Из Ганеда пришли к Рецесрае. И что здесь началось? Эпоха судей. при Юшоу ещё более-менее, но Юшоу уже при жизни было отстранён от власти. И 400 лет, ну я, конечно, преувеличиваю, меньше 400 лет, но примерно 400 лет разброда и шатания. Ну, разброд и шатания это очень мягкие слова. То есть, то, что там творилось, опять же, желающие почитают книгу судей, но не рекомендую читать её на ночь. Это фильм ужасов. Там есть всё. Гражданские войны, страшные убийства, разрезание живых людей на части, посылание их в разные концы страны, через почтовых представителей, с домский разврат, гражданская война, уничтожение колена в Израиле с энтузиазмом, идлопоклонство, иностранные захватчики, всё, что хотите. Да, да, жили люди. И когда всё это заканчивается, книга судей подводит итог и говорит, в те дни нет царя в Израиле, каждый делает то, что ему нравится. То есть, было очевидно заранее, что, вот, сказал, в доидели, сказка, только перешли через Иордан, только Муше ушёл, всё. Но это было ясно, потому что, когда ты хочешь дать народу самостоятельность, ты должен дать ему возможность и упасть. Он остался один без Муше, вокруг вдруг привлекательные, страшные эти культы, понимаете, которые используют и направляют и всячески поощряют все человеческие страсти, понимаете, служение Ашем это вещь скучная, да? Тебе говорят про Оки, ты должен вести себя прилично, ты должен совершенствоваться морально и служи Ашем, приближайся к нему, лят, лят, собланут, собланут. А вот этих вещей вот не делай, а приходишь к какому-нибудь там Амунитяна, Муавитяна, а у них это у нас, говорит, все сразу и сейчас. Служение богам включает удовлетворение всех потребностей трудящихся. Все там было, там было все. В чем в таких формах и в таких объемах, что, конечно, несчастные сыны Израиля не могли удержаться от такого влияния. И потом мощные природные силы и служение зависимость от дождя, например, порождало служение Баалю. А уж молюху сжигали своих детей. Представляете вы где-то происходило, это происходило здесь. Представляете себе синематеку недалеко от старого города, такой овраг, называется Гейбин-Ином. Там стояли печки, там-тамы, наркотики, полный кайф, экстаз и детей в огонь. Иногда проводили живьем, а иногда проводили и живьем. И что пророки не говорили, не помогало. То есть нам трудно понять, какие страсти имя обуревали. И, конечно, удержаться было невозможно. 400 лет разврата и шатания, через время от времени приходят разные судьи, говорят, ребят, этого. Мне, кстати, молик, вполне возможно, в основном процветал потом. Я его привел немножко раньше. Не понял вопроса. Другие народы тоже это делали. Почитай книгу пророков. Там об этом красочно рассказывается. Я излагаю только то, что пишут книги пророков. Они пишут, что из-за этого мы отсюда вылетели в конце концов. Из-за служения молиху. Я очень сожалею, но это имело место быть. Я был бы рад. Знаете, один раз Раф Кукшоу со своим одним знакомым. сто лет назад. И тот ему говорит, ой, ничего не изменилось со времен пророков. Все ужасно, все страшно. Раф ничего ему не ответил, пока они не вышли в район старого города. Ворот Яфа он ему вышли, показал ему на эту долину Гейбинова смотри, там сжигают сегодня детей. Он говорит, нет, что-то изменилось. Все познается в сравнении. А с Барухашем этой проблемы у нас нет. Не означает, что нет других, но согласитесь, это проблема. И поэтому с 400 лет разброда и шатания время от времени поднимаются судьи типа Двора, Гидона, Евтаха, Шимшона, Эгуда и прочие. И пытаются как-то поднять народ, ну не весь народ, а часть его, но потом снова все скатывается. Пока не пришел Шмуэль. Шмуэль вытащил народ из грязи в князе. Понимаете? То есть Шмуэль проделал ту же работу, которую проделали Мушей и Аарон. Они вытащили Израиль из египетского ужаса, а Шмуэль вытащил нас из эпохи судей. Просто страшно. Он объединил нас, он воспитал нас, он возродил царство, и все пошло и пошло. То есть и Давид, и Шломо, Шауль, Давид, и Шломо, это все результат его работы. Шауля и Давиду он помазал лично, указал, указал Давиду где место храма и так далее. Все это Шмуэль. То есть Шмуэль возродил. То есть после этого страшного Дауна начался подъем. То есть что я хочу сказать, что штраф кубличка, что не думаешь, что это какая-то линейная такая. Люди думают, что развитие идет линейной. Нет, оно идет так, бац, яма и опять подъем. Опять бац, яма. Даун это вниз. Открой книгу судьи и ты узнаешь. Моя задача сейчас обучать книги судей. Нет, есть, есть вещи, которые делать самому. Открой, почитай. Так вот книгу судей. И ты узнаешь, что было во время судей. Для чего мы здесь сидим? И все ты узнаешь про эпоху. Как только прочитаешь книгу, все узнаешь про эпоху. Так вот, Шмуль возродил Израиль. Шмуль возродил Израиль. То есть жизнь, она не идет линейно. Но тем не менее, посмотрите, как Ашем терпелив и как он в нас верит. 400 лет такого страшного ужаса и он спокойно терпеливо ждет, пока мы созреем и встанем на ноги. А? Да, 400 лет по сравнению с вечностью. Но после этих 400 лет Шмуль Шауль Давид Шломо и пришла сказка, когда весь это дело осуществился. Но это было времена Шломо. И вот об этой сказке мы с вами поговорим в следующий раз. пам-пара-пам-пам-пам-пам-пам.